Шалом! Закони Леласедер. Марор, в наши дни это только по мудрецам, потому что марор, который это вместе с жертвой Песах, и асева облагодится на левую сторону. Все эти митвот женщине обязаны как мужчины. В отличие асева, что женщины не обязаны, но они могут облагодиться. У сфарадим женщины тоже облагодаются на левую сторону, но если они это не делали, ничего страшного. Просто женщины не привыкли тогда, были так кушать, а мужчины, да. Латук, хаса, салат, то, что мы кушаем марор, надо проверить от червяки. Лучше всего это салат, который называется романа, и ашканзим кушает тоже хрейм, но как в Талмуде написано, хаса это на еврейском латук, салат, но тоже переводится пожалеть, всевышний нам пожалел. Написано в том, что лучше всего кушать салат, как марор, но салат марор это по мудрецам, и червяки это запрещено по тору, поэтому хорошо проверить до праздника. Тоже до праздника хорошо готовить салонная вода. Лехатхила, надо пить красное вино, как написано в Евшалме, приводит послуг, альтерианки и тадам. Поэтому, если у нас есть белое вино, лучше перед праздником добавить туда немножко красное вино, чтобы будет красный цвет, или во время праздника положить немножко красное вино, и потом белое вино, чтобы получился красное вино. В Лелоседовке душ надо пить больше часа бокал. Рамбан говорит, что из-за того, что мудрецы постановили 4 бокала, надо пить больше часа бокал, и весь год надо пить больше часа ревиит. Ревиит это или 86 миллилитров по репхаймной, это более легкое мнение, по хазаниш 150 миллилитров, лучше проверить эти стаканы до праздника, что у нас будет точно ревиит, по какое мнение мы хотим, и надо пить больше часа стакан, в отличие от весь год. Паследний бакал, даже тех, которые им тяжело пить больше часа стакана, если мне пили больше часа ревиит, они тоже вишли, но паследний бакал надо пить ревиит, из-за бракха аккорна, бракха аппосте, паследний бакал, бракха аккорна. А сева, облагатиться на левая сторона, в маца и в корех, когда мы кушаем, если мы так не кушали, ми не вишни, надо еще раз повторить. В афикуман лучше повторить, не обязаны, поэтому надо, что это будет удобно. Допустим, нельзя на наших колени облагатиться так для людей, которые не в травуер, поэтому до праздника надо взять подушка, может быть еще один стул, и так попробовать, как я могу следить действительно удобно, потому что мы так следим, для того, что следить как люди, свободные люди, как написано, на хайя в адам лиротат смокирую отца Митраем, человек обьязен, увидит себя, как бы он сам вишел из Египта, имеется в виду, что все должно быть дарих рут, как свободный человек. В бакали, если мы выпили первый бакал, без асева, мне не облагатились, и если мы сначала деляли тнай, условия, что мы будем пить между первый и второй бакал, надо пить еще один бакал облагативший. Если мы не делали такой тнай, мы не пьем еще. Второй бакал, если мы забили облагатиться, мы можем пить еще один бакал, потому что это трапеза. Третий и четвертый, мы не будем пить еще один бакал, посварадим. Все бокалы вино, если мы забыли облагатиться, мы будем повторить и пить еще раз облагатившие женщины, которые решили облагатиться, и забыли облагатиться, они не повторяют, потому что они вообще не обязаны облагатиться. Эта ночь, это тот ночь, который мы передадим традиция, поэтому надо ложить цила в наших детей, как написано, надо им раздавать клойот в егузим, это арахис. На сегодняшний день это шоколадки, это конфеты, надо делать все умно, днем, в шаббат, надо им ложить спать, чтобы у нас будет цила, конечно, нельзя говорить, что мы спим для ночи, надо говорить, просто давайте поспите, что у нас будет сила. Мы делаем, после Кадеш, урхат, и карпас, и тапсод для детей, что они задавали вопрос, потому что мы заинтересованы, заинтересоват детей, потому что мы хотим передавать традиция, мы гид рассказать загадая это патуро. Женщины могут ответить амен на шегиינו в кидуш, как право вадо приводит, от репшемзамбрен Орбах, от репшемуля�ерон Юдалевич, что из-за того, что у нас есть еще митцвот, как Агада и Матца в Пасхальную ночь, женщины, которые уже делали Шехьяну зажигание свечи, они могут отвечать Амэн во время кедуш. Это не все, потому что они имеют в виду на тех остальных митцвот, которые у нас есть ночью. В Яхац мы ломаем средняя митца. У нас есть три митцвот в Песах. Есть много объяснений почему. Коэн Леви Исраэль, Авраам Ицхак Яков. Но в корне это все, потому что митца должна быть сломанная, потому что бедный человек, написано в Трамуд, кушает бруса, он не кушает целый хлеб, он кушает кусочек, поэтому митца должен быть кусочек. Из-за того, что мы из двух хлеба, которые у нас всегда есть, лох и мишны, ломаем одна, у нас получается полтора митца. Для того, чтобы у нас будет две цели для митцы, мы добавляем одна митца, получается три митцвот. Погаон мивилна, в Пасхал нинучь нинадо, что будет лох и мишны. И поэтому, Погаон мивилна у нас есть только две митцвот. Одна миламаем, остается, одна цели, и одна сломанная. Магид, это рассказать, рассказать Агада, это де Орайта. Поэтому это должно быть имена после вихрода звоз, как написано, бешаа шаматца умарор, мунахи мефанеха, митцва, это когда кушает матца и марор. Написано, вигадета, лебенка надо сказать, рассказать. Поэтому надо рассказать Агада, не просто читать глазами, надо рассказать ратом, женшине тоже, как мы сказали, они обьязаны во все митцвот, и поэтому женщины, которые им сложно, люди, которые им сложно, пока они мне будут сказать, главная часть Агада, как говорит Рабан Гамлиэль, Песах, маца, маор, жертва, Песах, маор, гор, кизелин, маца, и комментария на эти три вещи. Рабан Гамлиэль говорит тот, который не говорил эти три вещи, он не вишол его обьязанность. Рамбан говорит, он не вишол обьязанность рассказать по выходу из Египта. Рамбан говорит, он не вишол маца. Почему? Потому что маца называется леком они, бедный хлеб, но они это тоже отвечает, рассказать, это хлеб, который мне не было рассказать вам. Перед тем, как мы говорим, что он не вишол хлеб, мне обьязанность рассказать, и потом мебокушет. И это двуминение Рамбан и Рамбан, по-любому надо рассказать Песах, маца, маор. Рабхайм близко спрашивает, какая разница между тем, что мы обязаны каждый день, днем и ночью, вспомнить о выходе из Египта, и тем, что мы обязаны в Пасхальной ночь, в чем они отличаются. И есть разные ответы. Первый ответ, что Пасхальная ночь, это не как, просто напоминаем, каждый день, это через вопрос и ответ. Второй, это рибуй, много рассказать, больше чем каждый день. Третий, это имена в шаг, шематца умарор, мы начнем в рема, когда мацца умарор перед тобой, значит, надо все показать, как мы говорили, что дети видели, передавать все, что поколение, то же быть визуальными вещами. Четворти, ми дожени имена, рассказать, овихуда из Египте, матчил в Гнут, умесса и мишвах, рассказать, начать, негативно и закончить с позитивно. И пятое, это все должно быть через ОДА, как мы знаем, что вся Гада, она состоит на виду и на исповедь, который говорит человек, когда он приносит маосрот, глава Китаво, и там все это благодарение и признание. Я признаю доброта Всевышней. Тоже в Агадаши Песах мы рассказываем о выходе из Египта, но мы благодарим Всевышней и мы признаем его доброта. Сейчас мы можем уже руки на маца, рахца, муци маца. Маца важна, когда мы говорим о муци, мы берем все три, значит, две с половиной мацот, мы поднимаем, что у нас будет лихе мишне. Мы говорим о муци, лихе мина Арец. И так далее, мы от пускайм, не жена маца, потому что сейчас мы хотим габарит, встера, и встера, и встера, и мы не имеем маца, ашер кничану, аллахилат маца, поэтому мы держим тока полтера, мацот врук, потому что там маца должен быть имена, сломен и хлеб. Ми должен быть кушет, по шульхану рух, тот который габарит амуци, он тоже кушет казаит, маца, и еще казаит, от лихе мишне, от эти две хлеба, поэтому он кушет, две зитим, астане кушет, один казаит. Бошет сейчас пускайм, ани спорит на шульхану рух, и габарит шухватит кушет, всем один казаит. Казаит, по-хазонишу, это около 50 грамм, и по-хайм-нуе, это около 28, но это все в объеме, поэтому в объеме, по-хазонишу, это 15.6, и по-хайм-нуе, это 9.6 грамм. Машинная маца, по-хазонишу, это половина маца, и по-хайм-нуе, это треть маца. И это все, то, что довораит, это первый казаит, то, что мы кушаем. Потом люди, которые им тяжело кушать, столько маца, они могут, намного меньше, они могут, по-хазонишу, кушать треть маца, и по-хайм-нуе, чуть-чуть меньше, четверть маца, остальные казаитим. Самое важное, это первый казаит, который мы кушаем, как маца. Время кушает маца, по-самому строгому мнению, это 2 минуты, по-самому легкому мнению, это 9 минут. Тогда, конечно, лучше в 2 минуты заканчивать, но это надо кушать нормально. Магена Врам говорит, что надо все совать в рот и приготавливать в один раз, но почти все, после кем спорят на него и говорят, что все надо кушать нормально, как мы кушаем хлеб. В 2 минуты это достаточно время до того, что это кушать, и, как мы сказали, можно до 9 минут. Потом мы берем марор, марор, размер, по-хазониш, это один лист салат романа, это как большая рука, ладони, и по-хайм-нуе, это половина этого. Потом идет корех, когда мы говорим брака по маца, мы имеем в виду и корех, поэтому лучше не делать перерыв между маца и корех, мы кушаем маца, марор, и корех без перерыва, потому что брака на маца, это включает и брака на корех. Шулхал орех, это уже трапеза, мы не кушаем зроа, который мы положили в кеару, потому что эта память на жертву в Песах и нам нельзя сейчас кушать, жертву в Песах. И тоже есть минаг не кушать жарная м'яса в лейла седр, что это не будет похоже на жертву в Песах. Цефун, мы витаскиваем Афикуман, с Афикумана надо кушать 2 хазетин. Один хазет Афикуман, это, как мы знаем, что Афикуман это против жертву в Песах. Один хазет, как жертву в Песах, и один хазет маца, который кушает в мистер жертву в Песах. В этом улучевцев, с которой кушает нафикуман, 2 хазетин. Кому Служ'ла, моша кушет, и один хазет. Получается, что хозяин, если он идет по шухану рухом, кушает пиат, козетим мца, эта мца и леха мишна, потом курах, и шо две на фикуман, и остальные кушает четыре козаит мца по самая стога минения. Афикуман надо кушает до полавина ночью, как минейны раби и лазер в Талмуд, что жердер Песох надо кушает до полночью. Поробия Кива можно кушать до утра, поэтому, кому сложно заканчивать до полавины ночи, он может делать условия, которые говорил Авнейнезер, был большой еврейский мудрец, и он сказал так, что до полавины ночи можно кушать козаит мца, как афикуман, по мне не раби и лазер, и сказать так, я кушаю сейчас афикуман, по мне не раби и лазер. Сразу после полавины ночи, и после афикумана не закушает ничего, после полавины ночи, по раби и лазер можно кушать, потому что это уже не время жердер Песох, я продолжаю кушать, и потом я кушаю еще раз афикуман, по мне не раби и лазер, и после второй афикуман, я уже не буду кушать до утра, что остался вкус жердер Песох в Рату. Баррек, Баррек, Баррекат Амазон, и шораз, Мецфоа Паттору, и халэл, мигаверим, халэл, на паследний, бакал, и как мисказали уже, в сегдан, надо кушать, пит, випит, бошэ, част, бакал, но, халэл, надо пит, ревиит, минимум, татаво шоу гаврит, браха ахуна, лешанаба, Бирюшалайм, абнуя, нирца, тот католий, таквистос дьявол, он, как миг, заканчо, им пит, наци, значок, знак, католий у нас есть, в лейла седер, нирца, и он, вахвалон, лешанаба, Бирюшалайм, абнуя.